Внимание! Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Нападение фашистов 22 июня 1941 года на Советский Союз стало величайшим испытанием для советского народа, для нашей страны. Не случайно в радиообращении 3 июля 1941 года Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что это война отечественная, война всенародная. Но еще раньше, буквально с самого начала войны, народ понял, что надо вставать на борьбу с фашизмом. Всем. Когда весь советский народ с замиранием сердца слушал слова Юрия Левитана, на границе страны шел яростный бой. На участке 87-го погранотряда, в котором служили наши земляки, война с ненавистным врагом началась 22 июня ровно в 4 часа. Чудом сохранился отчет командира 4-й заставы лейтенанта Малиева. В нем он рассказывал, что ночью на границе не было спокойно. Все наряды докладывали о подозрительных передвижениях немцев. Утро началось со стычек с отрядами диверсантов, а потом пришла война. Ровно в 4 часа на заставу обрушился шквал артиллерийского минометного огня. В грохоте взрывов потонули слова команды дежурного сержанта Николая Кулябина «Застава к бою». Пограничники, организованные быстро, заняли огневые точки окопа опорного пункта, подготовленного к круговой обороне. Два станковых пулемета «Максим» были установлены на флангах обороны, а в середине из тыла три ручных пулемета Дегтярева. В промежутках между ними находились автоматчики и стрелки. Несколько бойцов бросились выпускать лошадей, собак. Жены командиров укрылись в каменном подвале казармы. Последовали атака фашисты, считая, что все живое на заставе уничтожено, шли уверенно во весь рост. Подпустив их на 300-400 метров, была дана команда на открытие огня. От плотного прицельного огня наших пулеметов, автоматов и винтовок во вражеской цепи вскоре появились широкие окна. Потом в ней все смешалось, атакующие залегли, а через непродолжительное время повернули назад, оставляя убитых и раненых. После короткого затиша последовал новый огневой налет и новая атака. И так продолжалось несколько дней. Пять дней сражались отважные пограничники, а на шестой пришел приказ отступить. К этому времени из 50 бойцов в живых осталось лишь 13 человек. Каждый из них был ранен. Красноармейцы 10-й заставы 87-го погранотряда также отважно встретили врага. Многие из них так и не узнали, что именно их стойкость сломала зубы фашистского Блицкрига. Ровно в 4 часа фашистские самолеты стали пересекать границы. Буквально через несколько минут пришли в движение вражеские саперы, затаившиеся на том берегу пограничной реки Писса. Но переправу наши пограничники не дали им навести. Буквально за несколько минут метким огнем из всего имеющегося у нас стрелкового оружия более полусотни фашистов было уничтожено. Обстрел усилился. К артиллерийскому огню добавился минометный. Мы затаились, берегли патроны. После мощного обстрела примерно две роты фашистских автоматчиков пошли в атаку. Но она была отбита метким огнем. Много фашистов было уничтожено. Но и мы не досчитали своих товарищей. Наступило короткое затишье. Раненых мы погрузили на машину, отправили в комендатуру. И стали готовиться к отражению новой атаки. Тысячи примеров стойкости показывали пограничники. Они сражались до последнего патрона. А последнюю гранату многие оставляли для себя и тех врагов, что оказывались рядом. Эти истории некому рассказать. И наградить героев даже посмертно тоже было некому. Враги удивлялись мужеству солдат, и чтобы принизить их отвагу, говорили о коммунистах-фанатиках. Но многие из героев никакого отношения к партии не имели. Они защищали ни партию, ни Сталина. Они защищали свою родину, своих родных. Хотя они находились далеко от линии фронта. О подвигах отважных пограничников остались лишь краткие записи в книге «Потерь» и «Наша память». Перепелкин Петр Петрович убит в бою 22 июня в районе 26 заставы. Андрусенко убит в бою 22 июня в районе 24 заставы. Клокин Иван Яковлевич убит 22 июня в районе 27 заставы. И так далее, так далее. Жигарев Александр Васильевич убит 22 июня в районе 9 заставы. Похоронен во дворе 9 заставы. Убит в бою 22 июня в районе 13 заставы. Похоронен во дворе 3 комендатуры. И так далее. Вот когда смотришь донесения по пограничникам, очень часто вот такие записи убит 22, 23, 24 июня, похоронен в районе заставы. Или оставлен на территории заставы. То есть все погибли. И уже донесения эти писались позднее. Поэтому не было возможности уточнить дальнейшую судьбу. Пограничники редко сдавались в плен. Практически не сдавались. Если только вынуждены. Или ранения, или контузия. Поэтому их захватывали в плен. И фашисты не особо церемонились с ними. Их на уничтожение отправляли. И поэтому судьба попавших в плен пограничников была вот такая незавидная. Немногим более известно о боевых делах наших земляков, кто служил в тех погранотрядах, что в первые тяжкие дни войны смогли выстоять. В 72-м погранотряде служил наш земляк-красноармеец Баландин. С самого начала боев он смог отличиться. Хладнокровный боец плотную подпускал противника. И расстреливая его в упор, уничтожил 15 человек вражеских солдат и офицеров. Когда в решающий момент боя, когда враг предпринял ярусную атаку в отделение, подошел к исходу боезапас. Баландин, несмотря на ураган и огонь противника, лично по своей инициативе от соседнего взвода доставил для своего отделения гранаты и патроны. В итоге вражеский план был сорван. Потом застава была окружена, но действуя в глубоком тылу противника и на коммуникациях в районе Костинга, в течение двух с половиной месяцев товарищ Баландин показывал себя как мужественный, отважный боец. Им лично уничтожен вездеход, две грузовые вражеские машины. Представляет эту ордену Красной Звезды. Некоторым погранотрядам повезло больше. Они находились чуть в стороне от ударов немецких танковых клиньев. Умелыми действиями бойцы с помощью частей второго эшелона смогли остановить агрессию противника. 97-й Черновицкий погранотряд. Это территория Украины, украинский округ. Здесь служили наши земляки Андрейкин с Лямберского района, Шалыгин с Темняковского района. Этот отряд также активно вступил в бой, вступил в борьбу. Воины 97-го погранотряда вступили в бой уже на рассвете 22 июня. Погранотряд не позволил румынским войскам сходу продвинуться вперед и овладеть важными коммуникациями для дальнейшего развития своего наступления. 28 июня, спустя 6 дней после нападения фашистов, в оперативной сводке Управления погранотряд сообщалось, что подразделениями отряды и частями Красной Армии на всем участке отбиты попытки противника перейти в наступление. И что граница полностью восстановлена. Во всех родах и видах войск Красной Армии воевали наши земляки. Практически с первых дней войны приняла бой и 67-я стрелковая дивизия, которой командовал уроженец Дубенского района Мордовии генерал-майор Николай Алексеевич Дедаев. Его бойцы самоотверженно защищали базу Балтийского флота. Город держался, умело расставлял резервы, умело командовал частями своими и пребывающими, которые отступали от границы. На несколько дней остановили немцев, давая возможности и для эвакуации базы, и для отхода других частей. Но, к сожалению, во время бомбежки 24 июня Дедаев был смертельно ранен и похоронен там же. В свое время в Леопае одна из улиц носила его имя. Сохранились письма наших земляков, которые они писали своим родным в первые дни войны. Эти строки передают самые сокровенные мысли и чувства людей того времени. Павел Петрович Каталов находился на срочной службе. В его послании нет ни капли страха, а только беззаветная готовность защищать родину. В настоящее время нахожусь в Калининской области, в городе Вышневолочек. В данное время идет отечественная война против фашистской Германии. Враг силен и коварен, и вооружен до зубов. Поэтому требуется быть готовым в любой момент встретить врага и дать ему сокрушительный отпор, как дают сейчас наши бойцы Красной Армии, сражающиеся на передовых линиях фронта. Проучат долго ли не знаю, а возможно и сегодня придется встать на защиту нашей Родины, как это требуется от нас. Леонид Александрович Боков проходил обучение в военном училище. Узнав о нападении фашистов, он написал домой в этих строках полная и безоговорочная уверенность в победе. Весь советский народ возмущен наглостью германского фашизма. Фашизм – это крокодил, проглатывающий мелкие и малосильные державы. И у Германии явилась жажда захвата в свои лапы всей территории. И Германия, несмотря на дружественный с нами договор, все же нарушила свои хотя бы ложные обещания и объявила нам войну. Мы, курсанты, заверяем вас, что фашизм Германии будет стерт с лица земли. Мы разобьем врага там, откуда он пришел. 25 июня 1941 года Павел Михайлович Зайцев написал домой из действующей армии. Как любой из красноармейцев, он знал, что его жизнь может оборваться в любую минуту. Но он уверен, что в любом случае не уронит честь русского солдата. Я еще раз хочу напомнить, что будьте спокойны и не расстраивайтесь. Победа будет за нами. Фашизм мы полностью уничтожим. Вы гордитесь тем, что ваши два сына с честью будут защищать родину от наглого фашизма. 16 июля 1941 года Совинформбюро сообщало. В течение дня продолжались крупные бои на Псковском, Смоленском, Бобруйском и Новоград-Волынском направлениях. Посланные Гитлером на Восточный фронт штурмовые фашистские отряды выполняют роль палачей. Поймав группу колхозников в сельхозартеле «Свободный труд», гитлеровские людоеды подвергли их зверскому избиению плетьми из стальной проволоки со свинцовыми наконечниками. Потерявшие сознание колхозники были свалены в кучу, облиты керосином и подожжены. Такие сводки вызывали у красноармейцев праведный гнев. Но в письмах домой нет ярости. Павел Андреевич Верясов с передовой успокаивает своих близких и настраивает их на трудовой подвиг во имя общей победы. Ты не тужи и не горюй, а старайся хорошенько работать, тем самым поможешь разгрому фашистской гадины, которая напала на нашу страну. Прошу помогать упорным трудом нашей Родины. И мы быстрее разгромим фашистов. Готов защищать свою Родину до последней капли крови. Каждый гражданин должен также защищать свою Родину. Все равно, хотя, правда, нелегко разбить фашистскую гадину, но советский народ никогда не даст себя под власть Гитлера. Он будет разбит, и опять народу будет спокойно, счастливо и радостно жить. Борис Романович Арапов воевал с первых дней войны. Ему много довелось увидеть и многое пережить. Когда полк отвели на переформировку, он написал домой впервые после целого месяца боев. Пришлось встречать с оружием в руках с немецкими фашистами. Многих фашистских убийц положили на поле битвы. Они на своей спине почувствовали всю силу советского оружия, которые крепко держат в своих руках советский народ. И ее детище – Красная Армия. Есть, конечно, жертвы и среди нас. На то и война. Но я целый невредим. Недолго осталась жизнь в фашистской сволочи. Сейчас ее гонят во всю. Но, конечно, все это дается не сразу и не без жертв. Так что, и если мне не придется вернуться, ничего удивительного. Самое главное сейчас – бить врага до его конца. Германский фашизм – это звери в личине человеческой. Бьют мирные населения с хладнокровием изуверов. Однажды в село прибегает мальчик лет десяти с плачем и рассказывает, его отца, колхозника, не успевшего уйти из села, на глазах у семьи закололи штыком. Поэтому эта война – отечественная война. Биться до победы. Но до победы было еще очень далеко. Великая отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Преодолевая величайшие страдания, проявляя беспримерный героизм на фронте и в тылу, народ выстоял и победил. Но победа досталась высокой ценой. Война унесла жизни около 27 миллионов человек. Из Мордовии на фронт ушли более 240 тысяч человек. В боях за родину погибло, пропало без вести и умерло от ран 130 960 жителей Мордовии. Для нас священна память о тех, кто отдал жизнь, защищая свой народ. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым. Всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Поклонимся, великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся, поклонимся, и мертвым, и живым. Всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народом, всей землей. Поклонимся, всем миром, всем народом, всей землей. Поклонимся, поглонимся, поглонимся, погонимся, 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 Продолжение следует...